1 2 3 4 5 просто посмотрите на это запырил апперкот через себя лук и все добивая одна из самых лучших частей в любом файтинге это конечно же система комбинаций думаю каждому нравится когда он буквально за один джагл сносит половину здоровья своему оппоненту это выглядит очень красиво необычно и это очень сложно реализовать в настоящем бою первая комбинация у нас mortal kombat 11 708 слушай блин а я даже не знал ты что котелькан может так много урона настакать через свои пэри вау ну слушай мне кажется это самая лучшая комбинация за шансу на которую я видел многие из вас я думаю видели похоже комбо где шансу комбит как джонни кейдж вот он загоняет его в угол крадет душу и наносит там более 600 урона но эта комбинация конечно интереснее он нанес так много урона потому что во первых брейкнул его из ворот и во вторых использовал все бафы а все пэри котелькана и в самом начале получил 700 800 урона на в реальном бою такая комбинация невыполнима но за красоту 5 из 5 добрый день дорогие друзья с вами некрас и сегодня я хочу выполнить очень сложный я знаю что сейчас будет что мне скинули видео как джонни in the dark делает очень сложная комбо за люка на в стиле это было примерно два года назад что он где мы пытались повторить легендарную комбинацию ниндзя килл и пятью вроде воздушными фаерболами а ссылка на то самое видео где джонни это комбо выполняет будет в описании спасибо спасибо 1 2 3 4 5 6 7 ну я думаю что он так повел брови то что это это настолько изичная комбо да что джонни даже не должен был кидать не вызов на самом деле я тут удивлен некрасом потому что мы делали эту комбо вечером а уже в обед на следующий день я не думал то что он ее попытается повторить но прошло буквально 12 часов и он уже выкладывает это видео и на самом деле он не сделал достаточно хорошо я не знаю или это сила клавиатуры то что на ней легче нажимать воздушные фаерболы люка на или это сила некраса решать вам не крас тут однозначно молодец идем дальше я знаю то что следующий комбат секандора поэтому ожидаю всякого окей неплохо использовал сразу два гидроподъема за саба вау 533 окей суши так быстро закончилась но блин посмотрите как он его вот это то что я и говорил самом начале он как как много здоровья было у люка на больше половины и секандр его убил с одной там бы слушайте я хочу это повторить я никогда так не делал но я думаю сейчас мы возьмем геймпад и я попробую повторить эту нам пусть и кандра она не совсем легкая потому что после слайда нужно четко попасть вот этим ударом двойкой чтобы потом еще взлететь и там уже через два метра за комбить завершив сокрушительным ударом но в любом случае комбинация секандра интересная и я думаю возможно попробую сам больше поиграть именно за такого sub-zero с гидро бустом который комбит по 500 урона в углу ребята вернулись на 20 лет назад вы много не знаете про ultimate mortal kombat 3 насколько эта игра вообще сломана какую вообще грязь можно здесь сделать да 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 ребята это так называемый инфинит кум лао он может тебя убить с одного касания о пацан еще показывает как он это делает на аркадном стике да много персонажей которые в алтимат mortal kombat 3 располагают такими грязными техниками кум лао еще не самый страшный потому что он в рамках всего ростера не очень сильный и чтобы ты подловил оппонента на эту комбу нужно очень четко его за спиной что в реальных условиях для него сделать сложно если хотите посмотреть больше крутых комбинаций в третьей части mortal kombat чекните наш турнир с пацанами со сноубоем со всей коммуны который был где-то три месяца назад я думаю там вы для себя найдете много чего нового моя любимая игра mortal kombat x так сейчас чувак на рептилии нам что-то покажет на самом деле я уже видел эту бруталочку вот но я не могу ее вам не показать сразу напомнила сайкса нашего легендарного игрока на репе я я вижу этот клип уже в третий раз честно вам скажу но этот чувак действительно сделал очень сложную комбу с бруталкой в реальном матче вот это самое наверное крутое что есть в этом видео и смотрите чё я заметил один чувак который он выиграл поставил ему восьмерку в данном царе горы еще четыре человека если бы кто-то у меня на глаза повторил подобный трюк сделать за рептилию сложный джагл накопить два метра применить три интерактива и добить с помощью бруталки я бы ему однозначно десятку поставил а здесь какой-то лобби жмотов давайте посмотрим что там у нас в mortal kombat 9 мне кажется я понимаю что сейчас будет это так грязно когда сайрекс поджигал жопы в mortal kombat 9 я только начинал играть и я прекрасно помню как он с одного касания мог тебя полностью уничтожить некоторые из вас могли подумать что это типа две комбинации но по факту нет это один бесконечный джагл так называемый reset только у сайрексов хотя нет не только у него у смоука есть и я не помню возможно у кого-то еще но это очень нечестная сломанная техника когда ты можешь подкинуть бомбочку прямо на ноги оппонента когда он находится в сетке и как только он касается пола а его подбрасывает вновь и ты можешь сделать еще одну комбинацию конечно же это не честно и это очень плохой гейм дизайн когда за одну комбинацию оппонент тебя просто убивает ты один раз ошибся и все ты лишаешься жизни но в mortal kombat 9 очень много таких грязных моментов она вот именно эти мне еще больше напоминает ultimate mortal kombat 3 где много гличей много абуза такие как скажем руны куанчи такие как ресеты смоука и конечно же бомбочки сайрекс комбинация очень красивая вот комбинации сайрекса сломаны но даже несмотря на это сайрекс особо никогда ничего не выигрывал потому что кроме комбинаций а у него страдают остальные аспекты игры прессинг контроль дистанции вот это персонаж именно одной характеристики если он тебя ловит да он тебя убивает это у оппонента не должно быть брейкауэя если он есть то у сайрекса большие проблемы данную комбинацию скинул суперпозест игрок на кулау вау красивый и сложный джагл давайте вот посмотрим а потому что я не сразу понял что тут происходит да он он комбит с помощью своей шляпы что конечно сделать сложно потому что данная шляпа да она долго не стоит если ты ловишь оппонента достаточно высоко то да у тебя есть несколько кадров чтобы туда впихнуть там продолжение серии сделать спин и как-то закончить свой джагл мне кажется это очень сложная комбинация и ее нельзя назвать оптимальный да то есть я бы ее не делал в рейтинге потому что видишь он он самый последний момент как-то из-за спины делает делает спин и роняет люкана да сложно красиво но такое в рейтинге делать опасно смотрим дальше у этого фуджина я знаю это шенлес короче очень круто играет на фуджине и делает совсем не невероятные комбинации это кстати еще я так понимаю прямо происходит посредине турнира так апперкот ветра ветра усиленные он может он может сделать сокрушительный удар он может сначала поднять помощью сильных ветров а потом дождаться прям четко того момента когда она спустится да и там уже будет накопленный сокрушительный удар на на мини прыжочки вау комбинация не просто красивая то что он еще ее сделал во время турнира и закончил бруталкой я думаю вот это самая сложная часть но вы все-таки должны понимать то что это чистый swag понятно если бы скажем он бы не добивал ее с помощью этой комбинации то ее делать не было бы смысла только если не пытаться ее сделать специально чтобы залить на youtube порадовать своих зрителей и чтобы мы с вами посмотрели а это у нас я так понимаю большой ролик мы его буквально там посмотрим минуту-две блин кратус mortal kombat 9 это наверное самый сломанный персонаж за вот эти 10 лет которые нрс когда-либо выпускали это единственный персонаж которого банили на турнирах да многие вспоминают чужого многие вспоминают таню или куан-чи или скажем допачивая люкана в mortal kombat x но ни один из них не был забанен на туриках и и если скажем ты участвовал в профессиональных ивентах по mortal kombat 9 то кратус был настолько сильным что абсолютно все уважающие себя организаторы не допускали этого героя просто посмотрите на это запылил апперкот через себя лук и все добивая то есть он практически ничего не сделал это конечно относительно сложная комбо из-за того что используется апперкот но он может нанести те же 58 процентов урона без проблем то есть ему стоит выйти на джагл сделать два лука и сколько он нанесет 71 процент урона кратус это очень крутой концепт героя но на глухо сломанный возможно она раз специально так сделали чтобы поднять его продажи или чтобы как-то угодить sony но понятно то что настолько сильным героем не место на кибер-сене я так понимаю это последняя комбо на сегодня барайчо дыхание дракона так на что кинул огонек пернул так удар животом и да конечно же огненное дыхание 122121 вперед 1 и 5 прием 69 процентов откуда вот барайчо наверное его самая главная сила это конечно же прессинг барайчо плохой персонаж в рамках mortal kombat x но он может играть когда оппонент его не зонит или он не дает ему увеличить дистанцию и конечно же идеальный исход для него это прессить оппонента в углу он без проблем там с этапе там с помощью сильного передержа он без проблем наносит под 50 процентов урона но к сожалению вот такая же история как и с айрексом у него крутые комбы очень страшные разводки но помимо голого урона и миксапов к сожалению барайчо мало что есть да он плохо контролирует дистанцию и большинство матчапов его все-таки одолевают но комбинация конечно же красивая ну что народ это был первый выпуск обзора комбинации надеюсь не последний напишите в комментариях какое комбо из этого списка вам больше всего понравилось если бы я делал свой топ то наверное на первом месте была бруталка за рептилию на второе место возможно я поставил комбу некраса джонни ниндзя киллы залюкан спасибо ребята огромное что смотрели надеюсь данный выпуск вам понравился если вдруг у вас есть тоже какие-то интересные комбинации скидывайте их в комментарии посмотрим что можно с ними сделать желаю вам всего хорошего скоро увидимся пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за субтитры сделал DimaTorzok